я из поселка чернухина это луганская область перевальского района что там происходит у нас на улице стоит украинская армия эта улица октябрьская там домов нет ни одного люди убитые лежат если вы видели люди как страшно мы приехали из ада сюда я не знаю ну когда это вообще нужно это страсть какая-то когда мы еще были дома вот последние дни когда была бомбежка ехали украинские солдаты родители украинской западной украины мамы которые вы посылаете сюда на то чтобы ваши дети зарабатывали деньги вы пишете что они у вас без вести пропали да они у нас чернухина под лесом закопанные ваши же украинские каратели закапывают их гряди я не знаю как он называется ковшом выкапывают ямы как собак закапывает ваших сыновей мужей детей я не знаю отцов что ж вы делаете я не знаю как же вы так можете посылать в а то вам деньги дороже чем жизнь вы хотите в европу какая европа как вы можете так жить я не знаю если бы вы приехали сюда в этот ад вы прочувствовали вы там прыгаете кто не скачет в москале может сколько лет вместе жили как вы можете так быть я не знаю если меня мы вас не проклинаем мы вас всех прощаем хотя бы нам столько зла сделали вы ненавидите поселок чернухина улица октябрьская 124 перевальский район семья галухиных как можно называть их освободителями если они по 30 литров в день выпиваются магон это нормальная освободительная армия которая разгуливает по улицам у нас с оружием трясут автоматами вот сидят женщины возле дворов наставляют автомат и начинает клацать затвором это нормальные люди это не люди просто не любил людей поубивали сегодня сумели похоронить женщину которая пролежала четыре дня и похоронили в воронки потому что что еще добавить буквально пару дней назад ночью ходили орали там слава украине и все такое герои не умирают а буквально дня три назад вышел в колодец поводу ехал урал бортовой и брезентом накрыты задний борт открытый и брезентом накрыты и задрано и вот их там убитых ну и десяток может больше даже и вот они их вывезли под посадкой там уже ждал ковш ездит машина с ковшом и они там закопали закопали поехали за второй партией привезли опять в другом месте яму выкопали побросали как закопали как собак да 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 совершенно верно и говорят что просто а потом матеря их ищут или аварий сыновей пускай и говорят что они как самоубийцам вот такое вот мы видели лично ехала бортовая машина вот этот синий тент такой он как клеенка ноги торчат нагружена а перед этим две машины вот это вот ковши специализированные краза вот эти вот все вперед проехали следом машина уже пустая поехала смотрим опять она едет опять накрытой этой клеенкой енкой опять выкинули загарнули их там а потом они врачу не без вести пропали или они в самоволке или как они их там считают в плену в плену или где-то они они вон поселке в чернухина на базе запаса под посадкой закопан это не более на их сколько вазе так что было такое вот это самое когда еще свет был в интернете смотрел что мать разыскует сына что пропал без вести а я смотрю фотография потом вспомнил что он стоял у нас на блокпосту черную чернухина а я потом у его друга спрашиваю одет твой друг еруете как очень напарник а он меня отвечает то он уехал домой уже все его контракт чей контракт чей закончился он уехал к себе на западную украину вот так вот а теперь мать его разыскует и получается тут система какая на краю улицы они поставили брдм и подняли два больших украинских флага понимаете для чего это все якобы тут расположена украинское подразделение на улице никого нету начинается артобстрел и минут люди рушатся дома а потом они едут по улице и говорят смотрите что вас путин и ваши ополченцы делают понимаете что это нормально разве и мы говорили уйдите с улицы уйдите что же вы творите ценим и ценим и и день в день